МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшая неделя была очень бедна на события, неудивительно. Я имею в виду политические события. Дело в том, что добрая половина руководства Республики Башкортостан, включая самого главу Республики, в отпусках, отпуская эти, видимо, связанные с изнеможением на работе после выборов, после этого достаточно трагического решения вопроса с назначением правительства, в общем, устали. Как отмечают злые языки, и злопыхатели, дескать, не успели месяц поработать, уже перетрудились. Но не будем судить об этом скоропалительно. Тем не менее, половина правительства отсутствует, глава Республики отсутствует, потому и событий было немного. Несмотря на свое отсутствие, Радий Фаритович неизримо присутствует в жизни Республики и даже издает всевозможные указы, приказы и распоряжения, в частности, на прошедшей неделе Хабиров наделил вице-премьеров правительства и первых вице-премьеров правительства полномочиями представлять Республику и подписывать документы от лица Республики. Но с определенной оговоркой взаимоотношения и документы между Республикой Башкортостан и Российской Федерацией все еще придется подписывать самому Радию Фаритовичу. Это, собственно, на самом деле ничего не меняет. Это только декларация о том, что он завершил формирование правительства, что правительство будет именно таким, как он решил, и никаким другим. Но, тем не менее, эта конструкция только подтверждает ту неполноценность, которую сформировал Хабиров в руководстве Республики Башкортостан. Я имею в виду то, что так и не получился у нас полноценный премьер-министр, а Хабиров исполняет обязанности премьер-министра только в соответствии с Конституцией, а не так, чтобы кого-то назначили. Собственно, что такое эти полномочия? Зачем об этом так было громко говорить и были ли они раньше? На самом деле, конечно же, были. Каждый вице-премьер, министр и даже замминистра имеет право подписывать определенные документы определенного уровня и не имеет права подписывать иные документы определенного уровня. Так вот, серьезные бумаги так и придется подписывать Хабирову как премьер-министру. Назаров не будет иметь право подписывать документы, которые заключаются в соглашении договора, всевозможные инвестиционные планы, которые будут лежать в плоскости взаимоотношений региона и федерации. А все остальное и так, собственно, было. Объявили об этом громко, чтобы показать, что все-таки Хабиров каким-то образом это дело формирует. Некоторые аналитики говорят о том, что Хабиров пошел поперек воли Кремля, что Хабиров продолжает воевать с федеральным центром. Я имею в виду вот это противостояние по поводу назначения премьер-министра и правительства. Я не уверен до конца, что на самом деле это война. Я думаю, что это была некая проба и некое испытание на прочность. На самом деле Хабиров его, конечно, не прошел с точки зрения кремлевских руководителей и жителей Кремля, но нашел некое компромиссное для себя только решение, потому что вот то, что он сделал, никаким образом нельзя считать компромиссом для Кремля. Как это будет развиваться дальше, я не знаю. Посмотрим, насколько Кремль будет препятствовать или не препятствовать деятельности, например, Назарова на его таком вот не очень понятном посту. Посмотрим, как сложится развесовка сил между двумя первыми вице-премьерами, я имею в виду Назарова и Тажетдинова. Хотя сейчас мне уже представляется, что, конечно же, Тажетдинов не будет играть такую роль, как Назаров в правительстве, и все равно он отойдет к какой-то такой функции больше хозяйственного обеспечительного свойства, нежели администрирование серьезных процессов. Еще одним примером незримого присутствия отдыхающего Хабирова была история о том, что Башинформ процитировал Радия Фаритовича о том, как он рассуждает о качестве питьевой воды в Республике Башкортостан и в Уфе. Хабиров категорически заявил, что воду из-под крана пить можно, правда не сказал, что нужно, заявил, что в ближайшее время никаких загрязнений воды не предвидится, не будет, не допустим, и вообще вода контролируется по 150 параметрам качества. В общем, конечно, я не очень понял, зачем вдруг глава Республики заговорила о качестве питьевой воды. Традиционно в таких случаях принято пугаться и запасаться фильтрами. Посмотрим, может быть, есть ли для этого какая-то причина. Очень любопытна была реакция на вот это заявление, как обычно сделанное в сети. Хабирову стали писать, что до жителей Уфы не доходит чистая вода, что, может быть, где-то там на водоканале в пробирках она и чистая, а вот в кране она совсем не чистая. На что невозмутимый инцидент железным голосом сообщал гражданам, что, дескать, жалуйтесь, куда положено, разберемся. Ну, на самом деле, конечно, я, например, не рискую пить воду из-под крана, вот прямо наливая ее в стаканы и не кипятя. В принципе, не пью, конечно, воду из-под крана, а пьем мы воду из бутылок, как, наверное, и большинство жителей Уфы. Я не думаю, что после фенольной катастрофы и дальнейших всяких событий, которые у нас происходили в Уфе и в Башкирии, Уфа и Башкирия будут когда-то, ну, таким вот совсем уж благополучным для этого вопроса местом. Я думаю, что мы навсегда останемся в некой тревоге и в некотором подозрении в отношении питьевой воды. И повторюсь, я не понял, зачем Хабиров заговорил вдруг о качестве питьевой воды. Как сообщают нам благодарные зрители, подписчики и слушатели, вслед за Хабировым в Дубае улетел и господин Полставалов. Ехидные соотечественники предположили, что у них там не отдых, а какая-то конференция, а может быть, они просто всем правительством будут работать на пляже или под пальмами. Я не так иронично настроен и вообще считаю, что вот зря Радий Фаридович обиделся на эту историю, когда мы рассказали про его вот этот вот очень нелепый трансфер и встречу в аэропорту города Дубая. На самом деле, конечно, надо не обижаться, а делать выводы, надо правильно организовывать свой отдых. На самом деле, никто не против того, чтобы там Хабиров поехал в Дубай. Да что тут такого, господи, Турция, Дубай – это обыкновенный отдых для, ну, там, скажем, для достаточно большого количества жителей России и Башкирии. Да, конечно, не патриотично, надо было бы, конечно, и в Крым заехать, но это я шучу. Но нет ничего в этом необычного, необычным только то, что все это делается тайно, как-то скрыто, как-то там это. Да сказал бы, мы едем с женой в отпуск. Кто бы что сказал против. Конечно, езжайте, отдыхайте, не вопрос. Но, в общем, тем не менее, компания собирается. Полстовалов вылетел вслед за своим начальством. Смешно и то, что они как-то вот так вот забавно копируют своего босса, или, как они его называют, шефа. Ну, ладно, пускай отдыхают, но пускай уже возвращаются. К понедельнику нам нужна нормальная полноценная оперативка. Всплыла тема татарского диктанта на прошлой неделе снова, потому что совсем не о чем было говорить. Или это действительно некое обострение, но тем не менее всплыла. Напомню, что в Уфе прошел татарский диктант по модели, там, вообще-то, федерального русского диктанта. Потом за ним последовал башкирский диктант, вот теперь у нас татарский диктант. Я всегда считал, что все это очень хорошо и полезно, потому что, что бы ни делалось в сфере продвижения, популяризации, грамотности, нормальной письменной речи и вообще вот всех этих вот гуманитарных вопросов, все это всегда на пользу. Но тут случилась какая-то странная лютая ерунда, связанная с этим татарским диктантом. Во-первых, сначала был навязан текст другого автора, а именно Мустая Карима, вместо изначально заготовленного какого-то там канонического татарского литературного текста. Ну, прямо скажем, с Мустаем Каримом у нас уже совсем перебор. Так мы скоро и на русском диктанте, и на марийском диктанте будем писать тексты Мустая Карима, ну ладно. Но потом, вдогонку к этому, еще и снова, вот, например, на площадке Пединститута, там совсем какую-то лютую ересь стали диктовать. Что, конечно, вызвало вопросы у татарской общественности. Многие среди татарских элит Башкирии считают, что Хабиров пошел в наступление на татарскую идентичность в республике. Многие начали думать про перепись 2020 года. Это сразу же процитировали Хабирова, который назвал весьма сомнительные статистические цифры национального состава образца 2002 года на недавно прошедшем форуме Валдая. В общем, все это насторожило татарскую общественность, и татарская общественность стала ждать худшего. Что, собственно, они ждут, и почему боятся вот этой переписи, почему так резко среагировали на вот этот татарский диктант с его дурацкими обстоятельствами. Я думаю, что здесь некая межнациональная фобия в том смысле, что уже раздаются голоса о том, что вот сейчас татар начнут записывать башкирами. Ну, тут есть, конечно, несколько вариантов развития событий. Во-первых, надо понять, почему плохо и плохо ли, когда люди, будучи татарами в документах, только в документах переписи, кстати говоря, у нас нет теперь в паспортах этой графы, числятся там, например, башкирами вместо татар. Может ли кто-то потом впоследствии воспользоваться искаженной вот этой вот переписью? Предположим, вдруг там башкир станет на 10% больше, чем татар, и можно ли будет воспользоваться этой цифрой, ну, там, условно говоря, злонамеренно? Я не знаю. То есть теоретически можно там начать отстаивать права башкир с большей, там, не знаю, интенсивностью, или, например, учитывать интересы татар с меньшей интенсивностью. Но не уверен, что вот эта цифра в переписи повлияет каким-то образом на развесовку вот этих вот процессов. Другое дело, что, может быть, кто-то, может быть, это и не Хабиров, может быть, это какой-то коллективный разум, пытается таким образом противостоять авторитету соседней республики, но тогда это совсем смешно. Вот эта двойная алга и тройной булды-барабыз, да, который как-то у нас сейчас в ходу, это же все болтовня и слова. Татария меньше башкирии территориально, ну, там собирают больше хлеба. Татария меньше башкирии по населению, но там лучшая демография и лучшая ситуация с рождаемостью и прочими вещами. В Татарии лучше обстоят дела с травматизмом, смертностью на дорогах, тем самым пресловутым фактором, который поставил на вид Хабирову Путин, ну, и так далее, и так далее. Всех этих преимуществ в соседней республике невозможно переплюнуть одной болтовней. И вот эта перепись тоже наверняка не повлияет. Ну, вдруг станет, что у нас башкир там 57% и что? И ничего на самом деле. От этого у нас инополис не вырастет, от этого у нас урожайность не вырастет, от этого у нас заболеваемость не упадет и так далее, и так далее. В общем, на мой взгляд, конечно, это нехорошая история. Какой-нибудь там Кельсинбаев должен бы этим заниматься, но категорически не занимается. Я имею в виду, работая вот в этой плоскости, уравновешивание этих разговоров, интересов, создание более-менее благоприятной атмосферы во всех этих процессах, они, конечно, просто не умеют этим заниматься, потому и не занимаются. И вот этот бурьян глупости растет сам по себе. Как я уже и говорил в предыдущей программе, мы слегка задолжали внимание Баймакскому району, и вот теперь отдаем эти долги. Совершенно неожиданно получили мы отклик на предыдущий наш сюжет по Баймакскому району, и вот получили очень интересное и достаточно подробное письмо от Гульшат из города Баймака. Я не буду называть фамилии, дабы как бы соблюсти безопасность. И она пишет в своем письме о том, что действительно то, что было сказано в предыдущей передаче по Баймаку, это правда, но на самом деле это даже не вся правда, а только малая ее часть, рассказывает о том, что на самом деле на Баймакский полигон ТКО свозится мусор с 93 деревень окружающих Баймак, и он практически полностью сжигается. По городу несется дым, пепел, и в общем люди реально пугаются от этой ситуации, но таким образом утилизируется мусор и твердокоммунальные отходы в городе Баймаке. Также Гульшат нам описывает ситуацию с мусорным оператором, который работает в Баймаке, а именно с оператором Эко-Сити, она отмечает одну странность, что непосредственно глава района Аминев занимается кадровой политикой в этой компании, а именно он нанимает менеджеров, собеседуя с ними непосредственно у себя в кабинете, и странным образом, по стечению, видимо, обстоятельств, все менеджеры этой компании, это симпатичные рослые девицы, с непонятно какими компетенциями в области утилизации твердокоммунальных отходов. Вот эту особенную странность отметил Гульшат в своем письме. Кроме всего прочего, она утверждает, что отобранные по этому принципу менеджеры господином Аминевым совсем не соответствуют критериям компетентности, иногда с ними случаются всевозможные неприятности в плане работы. Гульшат пишет, что это выглядит комично, на самом деле, конечно, это не совсем комично, на самом деле, это скорее трагично, потому что если таким образом вообще осуществляется кадровая политика в серьезной компании, которая занимается утилизацией мусора в этом районе, то, наверное, ничему хорошему это не приведет. Ну, посмотрим и будем следить внимательно за Баймахским районом. Господин Аминев чрезвычайно меня заинтересовал, это какой-то уникальный человек. Я уж не стал читать другое письмо, там немножко в более резких формах излагаются его подходы к общению с населением и с гражданами, но мы вернемся обязательно к этому вопросу и к господину Аминеву, и к Баймахскому району. Возможно, я даже как-нибудь съезжу в Баймак, я мечтаю это сделать, никогда там не был, хочу посетить. Анонсирую одну историю, которая у нас будет на следующей неделе, не до конца еще я разобрался. После публикации в издании про Уфу по поводу уфимского хлеба, ну, вот эта история с землей, там, продажи земли, покупка уфимских хлеб, Су-10, Мансуров, Алексей Крутов и так далее, после всей этой истории, после этой статьи, внезапно я получил некий массив документов и информации по этой истории, она, прямо скажем, совсем не так происходила, как излагал ее Рамиль Рахматов. Почему так получилось, я до конца не знаю и не хочу, конечно, ни в коем случае подозревать своего друга и товарища Рамиля в каких-то там злодеяниях и злонамеренности по поводу этого всего. Я думаю, что Рамиль просто либо был введен в заблуждение, либо просто ошибался. Но, тем не менее, чтобы уравновесить эту историю и чтобы все было рассказано и показано так, как есть на самом деле, мы обязательно на следующей неделе дадим отдельным, наверное, репортажам историю вот эту с землей уфимского хлеба. Дело в том, что там очень много интересных аспектов, которые касаются не только вот этих вот земельных коллизий, изменения цены на землю и как бы предположения о том, что это страшное преступление, тут затронута одна очень интересная история. Очень интересный процесс, я бы даже сказал. Речь идет о том, что бесконечные разговоры о поддержке бизнеса, бесконечные переустройства вот этих вот конструкций, когда там всяких бизнес-омбудсменов, бизнес-шерифов, еще кого-то назначают, порождают и порождают, а ВОЗ и ныне там, бизнес постоянно находится под прицелом всевозможных злодеев, в том числе и в погонах, и с государственными полномочиями. И вот этот аспект в истории с уфимским хлебом, на мой взгляд, даже более важен, чем та история, которая не вполне корректно была рассказана Рамирем Рахматовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова